Доброе утро! Добро пожаловать! Я очень рад большому интересу, но это не удивительно, и мне хотелось бы особенно сердечно поприветствовать Варихновскую жену Юрия Шмидта. Мы очень рады тому, что вы сегодня здесь с нами. Имеет она на лицо в виде брошюры интервью. Может быть, вы уже видели. Надеюсь, эта брошюра будет темой сегодняшнего мероприятия. Это показательная биография. И, должен сказать, я многое уже знал о Юрии Шмидте, но этот текст меня глубоко затронул, потому что дает чувствовать, как трагедию Советского Союза России и Европы в прошлом веке отражает эту трагедию, но и показывает нам обнадеживающие моменты. Гражданское мужество, открытую походку, когда еще не было, понятно, что оппозиция, демократическое сопротивление возымеют успех. Юрий Шмидт в 2006 году получил премию Петра Келли, который раз в два года в фонд имени Генриха Бюля награждает людей, проявляющих гражданское мужество. Тут какая-то обратная связь. Может быть, это из-за моего мобильника. Так, выключил. И нам думалось, что было бы, собственно, неплохо еще раз вспомнить Юрия Шмидта, почтить его память и использовать это мероприятие тоже для рефлексии, для беседы об истории и настоящем. И для этого мы тут собрали небольшой подиум с гостями, которые очень разные, но их объединяет одно. Когда-то они встречались на своем жизненном пути с Юрием Шмидтом. И очень тесно затем были с ним связаны двое из наших гостей здесь в подиуме. Это завсегдатая фонда имени Генриха Бюля. Я думаю, вы их знаете по многим мероприятиям прошлых лет. Мария Луиза Бек. Она уже многие годы активно ведет политику по России, по Восточной Европе, в партии «Союз 90-зеленая». Добро пожаловать, Мария Луиза. Арсений Родинский, которого тоже знают все, кто интересуется Россией. Основатель и председатель мемориала самой важной демократической и правозащитной организации России. И добро пожаловать, Арсений. И сегодня у нас есть еще один гость, который сегодня впервые выступает здесь в фонде имени Генриха Бюля. В течение последних десяти лет у него не было возможности. Но, однако, символически он здесь часто присутствовал. Например, на дискуссиях Ходорковского. Это был формат, который мы транслировали сюда из Москвы. Ходорковские чтения. Центр интеллектуальной дискуссии демократической оппозиции. Добро пожаловать, дорогой Михаил Ходорковский. Отрадно, что вы приняли наше приглашение. Отрадно, что мы видим вас на свободе. Мы очень надеемся, что ваш друг и коллега Платон Лебедев и все другие, которые отбывают заключение в связи с делом ЮКОСа, что они скоро выйдут на свободу. Предполагаю, что вы все, как мы сами, конечно, с большим интересом ожидаем того, что нам скажет Михаил Борисович Ходорковский. Но в центре, тем не менее, сегодняшнего мероприятия стать Юрий Шмидт, его биография, роль, которую он сыграл в качестве правозащитника в России, Михаил Ходорковский сегодня не будет отвечать на вопросы, которые касаются его самого и не будет комментировать актуальную политическую ситуацию в России и по мотивам, которые, я думаю, нам всем очень хорошо понятны. Если вспомнить, какая на сегодня царит политическая ситуация в России. Арсений Рогинский это человек, который больше всех знал Юрия Шмидта. Из тех, кто сегодня присутствует на подиуме в этом интервью, в этой брошюре, есть очень выразительный рассказ о том, как Юрий Шмидт и Арсений познакомились в Москве в конце 60-х. На квартире его отец Юрия, он 26 лет отбывал в лагерях, в тюрьмах, и увидел своего сына в первый раз, когда тому уже было 20 лет. И Арсений участвовал в встречах оппозиционеров, бывших меньшевиков с группой молодых интеллектуалов. И уже тогда он отличался тем, что потом сопровождало всю жизнь. И интерес к истории. Арсений тогда собирал информацию, он делал интервью, он хотел знать все про историю Советского Союза, о больших чистках. И в этом смысле, мне думается, ему есть что рассказать. О Юрии Шмидте и их дружбе. Михаил Ходорковский, о котором Юрий Шмидт сказал, что это его самый важный мандант. Тоже хорошо знал Юрия Шмидта. Мария Луиза Бек вместе с Енцем Зигертом провела это интервью, которое длилось 2-3 дня, незадолго до его смерти в Санкт-Петербурге. Это интервью вылилось. Эту актуальную публикацию. Я сам познакомился с Юрием Шмидтом, когда его награждали премию имени Петра Килля в 2006 году. Он на меня произвел очень глубокое впечатление. Он был одновременно чрезвычайно вежливым и культурным человеком. И одновременно смелым и решительным. И перед тем, как приступить к мероприятию, хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в этой публикации. И нашего лектора Рейнберга, который Шрёдер, приводчик. Другие коллеги от нашего фонда Романа Симон, наш спикер. Это была, скорее, необычная задача сегодня. СМИ хотели здесь поприсутствовать. Но Маша Савникова, которая не только сегодня сыграла роль доброго духа этого мероприятия. Так, это, думаю, для введения достаточно. Я бы попросил Арсения сказать об истории этой дружбы и о значении Юрия Шмидта для правозащитного движения в бывшем Советском Союзе и сегодняшней России. Я действительно познакомился с Юрой в 68-м или в 69-м году. На рубеже этих лет, наверное, зимой той, я пришёл по чьей-то рекомендации к отцу Юры. Отец Юры совершенно не был известным человеком. И о его существовании знало более-менее несколько человек, то есть о его прошлом. А меня бесконечно интересовала история сопротивления. И это понятно, почему интересует история сопротивления. Потому что мы видели эти, позади нас были эти миллионы людей, которых ни за что отправляли в лагеря или которых ни за что убивали только по одному желанию власти. И вопрос, а кто-нибудь когда-нибудь вообще этому сопротивлялся хоть в каких-то формах, но кроме известных вещей, связанных с крестьянскими восстаниями, о которых мы немножко знали, хотя материалов никаких тогда не было опубликовано. Это был очень важный вопрос. И вот мы искали эти точки сопротивления, и то это привело меня на квартиру на окраине Ленинграда. Маленькая двухкомнатная квартира. Одна комната побольше, другая совсем небольшая. Вот в комнате побольше жил Юра, то есть Юрин отец. И его жена Наталья Карловна Шмидт, а в комнате маленькой, 12-метровой примерно, так мне помнится, не то чтобы жил, а всегда работал Юра. И, с одной стороны, это было удивительно слушать что-то важное от отца про 20-е годы. И очень волнующе это было. Потому что, оказывается, были те же проблемы. Как собирать деньги на политзаключенных? Как передавать эти деньги в ссылки или в лагеря? Какова была даже технология этого? Какова была идеология? Как связывались с товарищами в эмиграции? Вот массу таких историй рассказывал нам отец Юры, Марк Рахмельевич, который был арестован впервые в самом конце 1929-го, начале 1930-го года. В один единственный год был перерыв между арестами, когда он жил в так называемом «минусе». То есть ему нельзя было после очередной ссылки вернуться в столицы, но в «минусе» ему разрешили жить в Саратове. Он уехал жить в Саратов, а мать Юры тоже после ссылки уехала. Ей было разрешено вернуться в Ленинград, где родился Юра. Он родился в мае 1937-го года, 12-го мая, а 31-го мая была арестована все бывшие эсеры, социалисты-революционеры и социал-демократы, которые находились в Саратове в «минусе». Он узнал, что сын родился. Телеграмма была. И это был уже его четвертый арест. Вот этого человека, которому, ну, признайте себе, он родился в 909-м году, а в 37-м это был уже четвертый арест. И ему повезло. Ему необычайно повезло, потому что если бы его арестовали не в конце мая, а еще через три месяца, то он был бы абсолютно убит на 100%, потому что настоящий массовый террор начался в августе. А тут ему повезло, и он был заочно осужден в лагерь. И потом в лагере, дальше уже удивительная лагерная судьба, потому что в лагере он был снова арестован в конце 41-го года и осужден к расстрелу за агитацию и пропаганду, и удивительным, без его участия, без прошения о помиловании. Я это все проверил. И есть теперь у меня документы эти. Значит, это было заменено на длинный срок лагеря следующего. И он продолжал сидеть. И это очень странно, потому что обычно люди 37-го года, которых не убивали, обычно они получали 10 лет, и если выживали, то в 47-м выходили на свободу. Через год их снова арестовали. А отец Юра не выходил, не вышел на свободу. Он, получив этот приговор 42-го года, следующий продолжал сидеть. И в 51-м снова был осужден. Еще на очередные 10 лет, очередной раз за агитацию и пропаганду, и очередной раз за агитацию и пропаганду вот этих идей. Ну, они назывались там антисоветскими, но, значит, там очень точно, конечно, это такое социал-демократическое дело. Он был настоящий социал-демократ. Вот 20-х годов было такое поколение. И в 55-м его освободили в октябре. Освободили не по амнистии. То есть не потому, что конец срока, не потому, что Хрущев пришел. Нет, нет. Его освободили именно по амнистии для инвалидов. Была амнистия для инвалидов, и он попал в нее, потому что у него была уже инвалидность второй группы к этой минуте. И это был 55-й год, а Юра, который ничего не знал про отца, мать ничего ему не говорила. Вот был человек и нет человека. Юра узнал о существовании отца в том же самом 55-м году, но уже после поступления в университет. Он в 55-м поступил на юридический факультет Ленинградского университета, и поступая, он даже еще не мог говорить, не знал, кто и что. Он считал, что его отец умер когда-то, мать не говорит, он не спрашивает. Там сложная история. А в октябре отец был вот так освобожден, не реабилитирован. Повторяю, нет. Он просто был освобожден. И остался там же жить на севере и работать. И в октябре пришло письмо. Юра первокурсник. И как он потом говорил, по-моему, он рассказал это Марии Луизе, он первый раз в жизни и последний открыл чужое письмо. Он увидел. Они жили в коммунальной квартире. Из ящика вынули, принесли эту пачку писем соседей, и он увидел письмо, адресованное матери. А адрес был тот же, что до 37-го года, где жила мать. И отец, освободившись, написал. Потом Юра все время мучился. Юра все время мучился. Как же так можно было 18 с половиной лет не писать письма, не давать о себе знать. И по этому поводу у него очень много было самых разных интерпретаций. Ну, конечно, он не знал, выживет или нет. Или даже, скорее всего, был почти уверен отец, что он не выживет, и ровно не хотел отягощать вот это, свою жену и своего ребенка, о рождении которого он знал. Но выйдя, немедленно написал. И Юра открыл это письмо и узнал, что у него есть отец, что отец жив. Что отец где-то на Печоре, недалеко от Воркуты. И что отец спрашивает у матери, что спрашивает, не знаю. Дело в том, что мы с Леной, которая вот с Юриной женой, мы искали это письмо. Мы потом нашли очень много отцовских писем. Очень много их. Огромная пачка. Более поздних. Но этого первого письма мы не нашли. Где-то оно, может быть, лежит отдельно. Я не знаю. И вот этот молодой человек, которого... Вот я, значит, увидел его. Увидел его в роли уже адвоката, набравшего мускулы. В одной комнате живет суровый человек, отец. И очень, наоборот, мягкий человек, мать. А в другой комнате все время сидит Юра и готовится, готовится, готовится к каким-то судебным делам. Так получалось. В какие-то дни просто не разрешалось приходить, потому что вот у Юрия завтра-послезавтра процесс. Отец стал одним из наших учителей. Юра стал нашим другом. Конечно, выяснилось, что у нас и так много общих знакомых. И вот тут я только два слова про раннего, молодого адвоката Шмидта. В советской адвокатуре было два типа дел у советских адвокатов. Адвокат, когда обращался клиент, и заключались договоры какие-то. И тогда адвокат получал какие-то, иногда маленькие, иногда не очень, гонорары. А были так называемые дела, которые назначало государство для людей, у которых не было адвокатов. И адвокаты обязаны были в виде нагрузки брать себе какое-то количество таких дел. И все всегда старались брать самые легкие дела. Какая-нибудь мелкая кража или хулиганство. Вот первое десятилетие, вот на исходе которого я узнал Юру Шмидта, это Шмидт, который все время брал себя дела, вот эти бесплатные дела по назначению. И он брал всегда бесплатные дела по назначению, и брал самые сложные и самые трудные дела. Он брал дела об убийствах. В самых совершенно бытых есть поразительные истории вот этих ранних дел Шмидта. Там, например, когда женщину, двадцатилетнюю женщину-прикмахершу обвиняют в том, что она убила свою годовалую дочку одного года. Сама сознательно убила. И она признается. И дело уже все готово в суд. В эту минуту только адвокат получает дело. У нас же адвокат только во время перед судом сам имел возможность работать с делами. И Юра видит, что что-то не так. И поразительным образом. А у нее есть ее показания в деле. Ее. Она призналась. И Юра, в общем, добивается ее оправдания и находит истину. Он таких дел, я знаю, ну, прямо пять или семь удивительных. Он очень много работал. Это были годы наращивания мускулов. И вот уже таким, знаете, на пороге знаменитой славы, он уже в 70-е годы стал знаменитым адвокатом. Очень известным. Значит, я его и узнал. И потом он стал просто, что называется, нашим адвокатом. Он не мог защищать людей прямо в политических процессах. Об этом, может быть, ниже. Но он бесконечно всем помогал. Человека вызвали на допрос. Его вызывают, там, завтра надо идти на допрос в КГБ. Как себя вести? Что делать? Как отвечать на вопросы? И вот через кого-то он добирается до Шмидта. И Шмидт объясняет, что делать. Кто-то хочет эмигрировать, но не знает, как быть, потому что там есть масса бюрократических проволочек. И Юра помогает людям в связи с эмиграцией. И еще с десятками и десятками причин. Он был, как бы, абсолютно негласный консультант, единственный, по сути дела, в Ленинграде в ту пору. И в этом было, конечно, его самое важное значение для нас в середине 70-х. Потому что мы люди были малообразованные, в смысле права. А он уже нет. И он постепенно обретал эту славу. В общем, ощущение, ощущение, как бы вам сказать, абсолютной преданности профессии, это главное. Ощущение все время желания быть достойным отцу. Не дай бог, отец как-то косо посмотрит. Отец никогда ничего не говорил. Это было какое-то второе в нем дело. А вообще был удивительно яркий, культурный и необычайно трудоголический, трудоголик настоящий. вот адвокат от адвокат каждой своей клеточки. Вот нам повезло, что у нас был такой адвокат. Таким я и узнал тогда, Юра. Спасибо, Арсений. Мы еще вернемся к этой истории. Сейчас я хотел бы попросить Марии Луизу сказать несколько слов о мотивах, побуждениях, почему она написала эту книжку. Ну и, наверное, о тех мыслях, о тех истинах, которые ты поняла. Когда Юрий Шмидт был удостоен премии Петра Келли, это было еще не здесь, в нашем современном здании, это было еще на галерее фонда Генриха Бюлла. Многие вас, наверное, помнят наши прежние здания. И его предложили те, которые в Москве, в Петербурге знали его, и вот эту историю, о которой Арсений сейчас только рассказал, которые были знакомы с ним. Арсений, если я правильно помню, вы тогда выступали с хвалебной речью. И Юрий Шмидт уже тогда, в этот день, говорил о том, что у него очень крупное и такое вот символическое дело, где он сейчас работает в качестве адвоката, это был еще первый процесс против Лебедева и Хардарковского. Здесь, на Западе, ну, если отстранить нас, правозащитников, мы, конечно, не слишком болели за олигархов на Западе, потому что, конечно, в наших рядах тоже присутствует определенная доля антикапитализма, и то, что капиталистов есть, и что они иногда попадаются, ну, наверное, есть доля истины, или в этом деле, или есть определенная необходимость. Так что вот активность за безымянного и бедного арестанта, это как-то нам дается лучше, проще, чем активность за каких-то выдающихся. И поэтому мы стали обращать внимание на дело против Хардарковского, Платона, Лебедева. То есть мы не сразу стали обращать такое вот внимание. И вот экспроприация большого имущества, для людей, которые не слишком любят капитализм, это, в общем-то, тоже не составляет бессонных ночей. Ну, вот такая была ситуация, и я себя не исключаю из этой ситуации. Милан, у тебя, конечно, другое дело, но у тебя другая история. Ты пришел из Праги. И те мысли, которые у нас крутились в головах у наших левых альтернативных людей, они, конечно, у тебя уже не были на основе опыта Праги 1968 года. Тебя уже исцелили. Ну, вот это выступление Юрия Шмидта для меня стало ключевым событием. Всегда есть две стороны, когда встретишь человека. Одно — это то, что он говорит, а другое — это то, что его окружает, его личность, его обаяние. И вот обаяние в переводе «излучение», в немецком слове это «излучение», но это обаяние, это очень многое говорит. А человек что-то исходит. Это что-то помимо слов. И мне кажется, это было, собственно, вот это сильное впечатление, что данное выступление Юрия Шмидта было настолько серьезным, достойным, правдоподобным. и поэтому эти предрассудки, которые были, надо лезть в сторону с олигархом, нет, вот эта как-то осторожность, предвзяточность, она была как бы смечена. Незадолго после этого, может быть, даже уже в Москве, я не помню, мы впервые встретились с Юрием, и тогда стало очевидно, понятно, что он добивался правды. И в том числе и в России, все равно Советский Союз, или сейчас уже Новая Россия, Российская Федерация, но и там основой всего должно быть право, право общественных отношений и право индивида по отношению к государству, либо государство по отношению к индивиду. То есть это право было центром всего его мышления, всех его действий. Первая встреча, первая беседа, которая у нас состоялась, была на тему Читы. Уже с арестом Ходорковского в Чите было нарушение права, не только в связи с процессом, но и сам арест, лишение свободы. Российский уголовный кодекс про социальный порядок ведь тоже предписывает, что есть два места заключения, либо поблизости места жительства, либо поблизости рабочего места, и то, и другое здесь не имело места. Ходорковский сидел в Чите. И вот уже это может быть мелочь, но для него это не было мелочью. Для него это было крупное дело, потому что, опять-таки, мы видели, с какой бесстыдностью, с каким хамством было нарушено право. Право не играло никакой роли. И в этой беседе уже можно было услышать первые такие вот знаки, предупреждающие знаки, что с этим первым процессом весь вопрос ЮКОСа, что Кремль сделает с ЮКОСом, какие у него планы, как он дальше будет поступать. Значит, тогда уже намечалось, что здесь есть злоупотребление правом, которое, очевидно, будет продолжаться. Опять-таки, может быть, мелочь, и только инсайдеры тогда видели, понимали это. Например, наказание Михаила Кодорковского в Чите, потому что он пять минут десятого пил чай. Это время, где чайпитие было уже не разрешено, то есть после девяти уже нельзя было пить чай. И вот этот малюсенький сигнал был очень значимым, потому что отсюда исходил сигнал. Юрий Шмидт нам, западникам, объяснил это, потому что мы с западом вообще не смогли интерпретировать, что это такое. Он нам сказал, что вот, пожалуйста, здесь уже составляются мелкие такие витспийские, которые потом позаботятся о том, чтобы возможное увольнение после части срока не будет. Так что очень рано уже мы были подготовлены к тому, что это будет очень длительная борьба, что здесь не будет средств правового государства, а что в этом процессе, в этом деле вмешана политика. И вот с этой первой встречи мы постоянно, я бы даже имели постоянную линию, имели постоянный контакт с его офисом, с Маршалом Логаном, с Антоном Брелленом, то есть со всей этой сетью, которая тогда образовалась. И вот с Читой мы тогда уже поняли, что намечается второе дело, и тогда уже было очевидно, понятно, что здесь играет политика, что здесь речь идет о разрушении ЮКОСа, которое уже было сделано, реализовано к тому времени, и что речь в том числе о том, чтобы Михаил Хартаковский, Платон Лебедев и другие, которые противостояли Кремлю, не получат свободу, не увидят свободу, а что они расцениваются политически настолько опасными, что стало дозволительно злоупотребление правом для того, чтобы добиться этой изоляции. В долгие годы, в многие годы, которые потом последовали этим, я познакомилась с отчаянием Юрия Шмидта, отчаянием, которое стало увеличиваться, потому что он был настолько глубоко затронут, и он действительно был отчаянен. Надежда, связанная с 90-м годом, надежда, что в конце концов можно будет сделать шаг в направлении России с правовой государственностью, государства, маргинализированная роль адвоката или принципиальная идея, что есть недопущение невиновности и что в суде встречаются две стороны, чтобы найти истину. Одна сторона с адвокатом, а другая сторона прокуратура, а что судья в середине, что он судья действительно хочет найти истину, докопаться этой истиной, что все это в конце концов будет реализовано. А он ведь уже имел опыт крупной победы в 90-е годы. Тогда практика, что обвиняемый не смог найти своего адвоката, что ему выделили адвоката, что Конституционный суд признал это неправомерным, и таким образом он мог стать адвокатом Никитина, и даже добился его освобождения. Вот это был его первый крупный успех, и это было возможно в 90-е годы. И мне кажется, и в Германии опять-таки надо четко сказать, вот этот нарратив или пропаганда, что 90-е годы представили собой сущий хаос, и что слава Богу в 2000 году пришла к власти новая администрация, которая покончила с этим хаосом, что это так неверно, это неправильно. Конечно, был хаос, но также были уже и определенные шаги в направлении правовой государственности. Вот это почти физическое переживание Юрия Шмидта было видно, было ощутимо, и с каждым годом она стала все сильнее, не только в связи с его заболеванием, это было в том числе такое страдание, потому что постоянные шаги назад, это было несостоявшейся надежды, и потом уже в конце, когда он действительно уже очень был сильно болен, и было уже понятно, что он так вот держался за мысль, буду жить, потому что я очень-очень хочу увидеть Михаила Хартаковского на свободе. Вот это тоже имело очень, это была очень личная его история, его личной жизни, когда мы собрались, встречались в эти дни, еще раз думали в его жизни, он сказал, я большой хаот, у меня нету архива, у меня времени нет, потому и письма, например, не могли найти, но у него, например, было одно фото, он пришел с этой фотографией и сказал, посмотрите, видите, это мой отец, и это тоже Михаил Ходорковский, и здесь была очень такая глубокая связь, был отец и сын, с которым в этом процессе, в этом деле он еще раз был связан, и поэтому это был не только адвокат Юрий Шмидт, это был в том числе Юрий Шмидт, который в российской истории сталинизма, тоталитаризма был очень глубоко связан с ГУЛАГом, и в лице Михаила он нашел снова человека, который тоже принял себя в эту историю, то есть это было родство душ, по-другому сказать невозможно. Большое спасибо Михаил Ходорковский, Мария Луиза, она же уже поделилась с нами ряда моментов, которые тоже присутствуют в этом интервью, что для Юрия Шмидта ваша защита была делом не только профессий, но и глубоко эмоциональное и политическое дело. Где-то Юрий Шмидт писал или говорил, что ваш арест в 2003 году был вехой, переломной точкой в постсоветской истории России. Когда шла, хотя с неудачами и кризисами, демократизация, это было возвращение в политический авторитаризм и тоталитаризм. Тут для Юрия Шмидта очень много, многое сфокусировалось в этом процессе и хотелось бы услышать от вас, что значил Юрий Шмидт для вас, кем он для вас был, как вы с ним познакомились, какие у вас о нем воспоминания. Во-первых, я, конечно, хочу поблагодарить за то, что мне сегодня предоставлена возможность здесь выступить. Я был одним из тех того множества людей, которых за свою долгую адвокатскую жизнь защищал Юрий Маркович Шмидт. Мы с ним познакомились практически 10 лет назад и все эти 10 лет, если можно так сказать, работали вместе. Когда мы познакомились, он мне сразу сказал, что вы же понимаете, что решение по вам принято и никакие адвокаты вам ничем не помогут. Я сказал, что да, я понимаю и моя задача в процессе моя и моего друга Платона Лебедева состоит в том, чтобы показать обществу, что мы столкнулись с отсутствием правосудия, точнее, с использованием того, что сейчас называется в России правосудием в политических целях. вот Юрий Маркович сказал, что эту задачу он мне решить поможет. И, собственно говоря, это получилось. Хотя изначально это было нелегко, почему нелегко, Мария уже сказала, богатых людей вообще не любят, в России их не любят особенно. И поверить, что преследование богатых людей возможно тоже по иным причинам, чем восстановление справедливости было очень трудно. Мне было очень важно, что Юрий Маркович поверил. Поверил мне, поверил в то изложение событий, которое он от нас услышал с Платоном. в тюрьме для тех людей, которые туда попали за дело, есть одна очень такая благоприятная психологическая возможность. Вот он понимает, что я за дело, он может признать свою вину, он может раскаяться, попросить снисхождение, так сказать, как-то по-иному истолковать свои действия. И ему все верят. Человек говорит, что он виноват, и в общем ему все верят. Он в нормальной психологической ситуации. Когда человек не признает свою вину, для российских условий это означает, что, во-первых, ему не верит никто, во-вторых, это гарантированно, что он получит больший срок. Это касается не только нашего процесса, вообще любого процесса. И гарантированно, что этот срок он все равно получит. То есть вероятность того, что человек получит оправдательный приговор вообще не существует. Мы разговаривали с адвокатами и с Юрием Марковичем разговаривали о том, что у адвокатов в России возникает такая очень тяжелая дилемма. Когда они видят, что человек невиновен, понимают, что человек невиновен. С одной стороны по закону и вроде как по совести надо помочь человеку доказать свою невиновность. Но с другой стороны, как опытные профессионалы, адвокаты понимают, что из этого ничего не выйдет. Количество оправдательных приговоров в судах, в федеральных судах, в судах федерального уровня по делам, где участвует прокурор одна десятая процента. и то эти случаи обычно связаны с тем, что под суд попал какой-нибудь милиционер или чиновник. И адвокат вынужден говорить клиенту, ты что хочешь, уйти в тюрьму надолго, не признав вину, или может быть даже получить условный срок, или гораздо более сниженное наказание, взяв на себя ту вину, которой на тебе нет. Тяжелая психологическая проблема. Вот для меня было очень важно, что Юрий Маркович поверил. В последний раз я видел Юрия Марковича чуть больше, чем за месяц до его ухода. Он приехал в колонию, приехал как всегда по делам, профессионально со мной разговаривал, напоследок сказал, что возможно мы не увидимся. мне было трудно это осознать, тем более, что я не знал в полной мере каково состояние его здоровья. но с моей точки зрения это не просто профессионализм, а большое человеческое мужество до конца исполнять свой долг так, как он его понимает. к сожалению на сегодняшний день в России очень мало, да я боюсь, что наверное можно так сказать, что и совсем нет защитников, которые совмещают в себе глубокий профессионализм с глубоким общественным уважением к своей личности, когда и главное с готовностью защищать людей находящихся под властным давлением. есть много хороших профессионалов, очень высококвалифицированных людей, которые всячески будут избегать политических процессов, ну или во всяком случае политических процессов, где надо доказывать, что это именно политический процесс. И потому, что это подрывает контакт с судом, подрывает контакт с прокуратурой, а значит подрывает возможность бизнеса на будущее. То есть людей, которые вот просто как Юрий Маркович отдают себя служению профессии, служению людям. Мало. есть молодые адвокаты, есть адвокаты средних лет, но у них нет еще вот того авторитета, который бы позволял обществу воспринимать их слова, пускай не как истину в последней инстанции, но как что-то, что нельзя просто так вот отбросить. и в этом для нас большая проблема. Большая проблема, потому что людей, в отношении которых ведется несправедливое судебное разбирательство, людей, которые находятся в тюрьмах по несправедливым обвинениям, очень и очень много. Вы знаете, далеко не все из этих людей, я даже скажу, меньшинство из этих людей являются классическими политическими заключенными. То есть теми людьми, кто оказался в тюрьме из-за своих политических взглядов. Таких вот классических политзаключенных, я думаю, что сейчас в России несколько десятков. Даже может быть меньше. Сейчас у нас в стране какое-то такое очень меркантильное время. Огромное количество людей, несправедливо сидящих в тюрьме, находится там, потому что кому-то захотелось отобрать их собственность. И эти люди часто не имеют каких-то своих собственных политических взглядов, ну или во всяком случае не отстаивают этих взглядов. Они просто на предложение отдать их собственность сказали нет. И оказались в тюрьме. Я вот даже во время последнего своего пребывания в лагере вот в Карелии несколько таких человек встретил. Им непросто. в частности потому, что обычного осужденного, который совершил обычное общеуголовное преступление, легко выпустят по условно-досрочному освобождению. Легко переведут на облегченные условия отбывания наказания, где больше свиданий с родственниками, больше посылок, вообще более комфортные условия. С теми людьми, которые отбывают наказание в связи с даже не за политические взгляды, а в связи с отъемом у них собственности, такого обычно не происходит. То есть бывает, но гораздо реже. потому что, опять же, обычно на свободе есть люди, которые стали выгодополучателями от пребывания этих людей в тюрьме, и они совсем не заинтересованы увидеть их на свободе раньше. Вот на мой взгляд, такие люди, которые попали в тюрьму просто потому, что у них отобрали собственность, несмотря на то, что они не являются в классическом понимании политическими заключенными, тем не менее нуждаются в общественной защите, потому что надежды на другую защиту у них просто нет. Да и вообще, когда у человека отнимают собственность, и он не может защититься, то это в конечном итоге приводит к тому, что страна становится разбойничей страной. И это очень важно понимать, что возможность защитить свою собственность это та база, на которой в общем держится современное, нормальное современное демократическое общество. я помню, когда я приехал в первый из тех городов, где моя компания была городообразующим предприятием, я столкнулся с такой практикой, что если человек ссорился с руководством компании, то его не просто увольнялись с работы, он терял место для ребенка в детском садике, потому что это был детский садик, который получал деньги от компании. Он терял место, его жена теряла работу, потому что вся работа на самом деле в городе в конечном итоге предоставлялась компании. он терял даже жилье, потому что как правило жилье тоже принадлежало или финансировалось компании. То есть человек оказывался буквально растерзанным. Это была такая форма современного рабства. тогда по указу президента Ельцина происходила такая операция, как передача компаниями всей непрофильной собственности на муниципалитетом, гражданам и так далее. Нам это удалось сделать тоже. и вот такое рабство оно если не полностью ушло, то во всяком случае уменьшилось. Очень неприятно видеть, как оно возвращается, пускай в иной форме. И я хочу сказать, что конечно Юрий Маркович был среди тех немногих, кто этому противодействовал. Я очень надеюсь, что вспоминая о Юрии Марковича мы побудим интерес у молодых людей, которые сейчас выбирают свой путь к тому, чтобы пройти вот таким же путем, а в результате построим в России правовое государство. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 собственности активов новому российскому государству, концерну, что это не единичный случай, это, наверное, самый броский, самый такой знаменитый, но это не исключение. В России есть организация по защите мелких и средних предприятий «Бизнес-Солидарность», и они публиковали статистику, что за последние 10 лет каждый шестой российский предприниматель преследовался по какому-то уголовному вопросу, и как раз объяснением была передача собственности, отнимание собственности в руки новой номенклатуры. Арсений, я хотел бы спросить у вас, как вы оцениваете роль предпринимательства и этого произвола по отношению к предпринимателям? Что это значит для общественного, для политического развития в стране? Я ничего другого от этой власти и не жду. Вы поймите, ведь мы же люди в истории. 20-е, 30-е годы это было вчера. Совсем недавно было. Как отняли все у людей один раз в 18-м, второй раз стали отнимать в 28-м, в 29-м, потом отобрали у многих миллионов людей в 29-м, в 33-м, потом на новых территориях делали все то же самое. Слушайте, позади этого такая мощная традиция отнимания, она никуда не делась. Этот рефлекс государственный, а государство наше живет в огромной степени, ну, в общем, по старым рефлексам. Почему отдельный разговор? Он никуда не делся. Конечно, это чудовищно, конечно, это опасно, конечно, это препятствует созданию того, о чем Михаил Борисович только что сказал, правового там или еще какого-то там государства. Я хочу добавить только, можно еще одну реплику к тому, что перед этим сказал Михаил Борисович, о Юре, который, о Юре Марковиче, который поверил. Вы знаете, это страшно важная вещь. Я хочу вернуться в начало 70-х годов, когда он вырастал в этой своей вере. В начале 70-х годов в тактике КГБ произошли колоссальные изменения. Вот в 50-е и 60-е годы человек после ареста, действительно что-то сделавший, я имею в виду человек, по политическим обвинениям, как бы он себя не вел, это совершенно не зависел, от этого совершенно не зависел его приговор. Он мог сто раз раскаяться, он все равно мог получить максимум, тысячу раз дать какие-то показания против других людей и все равно получить строжайшее наказание. С начала 70-х годов с приходом таким уже зрелым Андропова в КГБ возникла эпоха, когда КГБ стало выполнять свои обещания. Негласные. А именно, человека арестовывают и дальше. невиновного, он очевидно невиновен, если он просто признает свою вину, минус год, примерно минус год, если он признает вину и плюс раскается, еще годик, если он признает вину, раскается и согласен сделать это публично, в газетной статье, так, чтобы можно было бы, значит, использовать это как индиционный материал, еще годик. А если он даст показания против каких-то людей, то это вообще наказание из 7 лет плюс 5 ссылки, ну, максимальное по политической 70-й статье, превращается в условный срок. И выполняя эти обещания раз за разом, постепенно людей приучили к этому. Но кто должен был доводить до сведения вот этих сидевших людей эти правила? Кто с ними по этому поводу вступал в разговор? Это же были люди сознательно оказавшись там, я говорю о диссидентах, это делали адвокаты. Адвокаты оказывались посредниками, которые во имя того, оправдывая себя, адвоката, мы хотим уменьшить срок для своего подсудимого. Реально уговаривали подсудимого сделать то-то, то-то, то-то и то-то, при этом говорят, смотрите, вы никому не наносите вред, кроме как своей репутации в каком-то узком кругу, но что такое репутация в узком кругу по сравнению с годами вашей свободы или годами вашей тюрьмы? Это очень сильно развилось именно в начале 70-х. И в этот-то момент начинается настоящая деятельность, в общем, как я говорил, пока консультативная, Шмидта как адвоката. Он настолько болезненно это воспринимал, что даже вышел за свои пределы традиционные и стал писать самоиздатские статьи об адвокатской этике. О том, что самый высший, потому что единственный человек, которому можно довериться в тюрьме, ты сидишь, это адвокат, кому что еще можешь довериться? Вот тебе прислали адвоката. Вроде бы, твои знакомые. А адвокаты ведут себя подло. И он удивительным образом всегда ставил вот эту высокую планку. Планку невиновности, планку соединения профессионального и гражданского долга, вот этого своего, выхода за пределы узкопроцессуальных обязанностей. Да, если я адвокат, то я имею право публично выступать, я имею право давать пресс-конференции, я должен общественное мнение, если это возможно, привлекать на свою сторону. Это уже тогда в нем созрело в 70-е годы и, к счастью, реализовалось более всего, более всего в последнем деле, когда он защищал вот сидящего сейчас на сцене человека. Мне кажется, это было какое-то высшее достижение Шмидта-адвоката, к которому он шел на самом деле всю свою жизнь. У нас здесь целый ряд экспертов среди зрителей. Это здесь как бы даже семейная встреча. те, которые уже многие годы занимаются вопросами России на основе солидарности, эмпатии, как в том числе основой для критики. И поэтому, профессор Лухтаган, например, вы один из ученых, который очень интенсивно занимается, занимались процессами против Михаила Хардаковского. Хотели бы что-то сказать, несколько слов от себя? Спасибо, господин председатель. Госпожа Бек. Я подготовлен, подкован. Это мероприятие посвящено памяти Юрия Марковича Шмидта, так как речь в основном о нем. Позвольте поделиться своими воспоминаниями о нем. Я с ним познакомился в 1990 году в конце июня в Москве на уникальном событии, уникальном не только сегодняшней точке зрения, но тогда это была первая конференция по правам человека, которую в Советском Союзе проводило гражданское общество. Это был неформальный предвестник конвенции по правам человека в рамках хилистинского процесса, который должна была быть принята в 1991 году в Москве. Это было предложение Шеварднадзе провести такую конференцию в Москве, и никто не верил, что это получится. И для того, чтобы доказать, что в Москве можно провести конференцию по правам человека в 1990 году в июне под эгидой International Helsinki Federation под председательством Карла Шварценберга из Вены, который потом был статс-секретарем Вацлава Гавила. И я был приглашен на это мероприятие, и там я познакомился с Юрием Марковичем Шмидтом. Конференция была по составу участников странная, по той причине это была комбинация из офицеров КГБ, сексотов и диссидентов, и правозащитников, которые боролись за правовое государство. Я могу сказать, уже тогда я правильно понял, что Юрий Маркович Шмидт своим присутствием обеспечил солидность, достоверность этого мероприятия с перспективы советского руководства. Хотелось бы еще добавить, эта конфигурация действительно была очень странная. тех людей, которые там встретились. Мы с Юрием Марковичем Шмидтом и Владимиром Вольфовичем Жириновским стояли втроем и обсуждали вопросы правового государства. Я его тогда уже долго знал. Я с 67-го года, незадолго спустя процесса Даниэля Синявского, я был студентом, изучал юриспруденцию словистику. Я активно занимался вопросами правозащитного движения, защиты активистов, и очень внимательно наблюдал за процессами 70-х годов и за деятельностью Юрия Марковича Шмидта как адвокат или защитника на этих процессах. И он на меня всегда производил глубочайшее впечатление. И это сегодня же говорилось, он был человеком, который в очень сложной ситуации, Арсений Рогинский, это ситуация, еще раз описал, он работал, тем не менее, в этой сложной ситуации адвокатом. Он защищал диссидентов или людей, которые с точки зрения руководства имели душок диссидентства. Эти люди, они всегда одной ногой были в тюрьме или им угрожал запрет на профессию, неподкупность, абсолютное служение долгу, поиску правде и защита собственного достоинства, личного и профессионального, как юрист, как адвокат. Это было стержнем. И это всегда от него исходило. В 90-е годы мы неоднократно встречались. И в 2008 году я проводил конференцию незадолго, перед выходом на пенсию, я проводил конференцию о правовой культуре в России. Я его пригласил. Но, к сожалению, он по здоровью в мае 2008 года не мог приехать на эту конференцию. Но он прислал свое выступление, которое я перевел, и которое было включено в сборник материалов конференции. Это особое выступление. Я пока не знаком с брошюрой фонда Бёля, но в этом выступлении для Гамбурга он дал обриз истории адвокатуры в советскую и по советскую эпоху. И он поделился своим опытом, опытом своих коллег. Тоже исходя из опыта его отца. И этот текст был написан без сносок. Но это как бы биографическая справка и одновременно завет. И я Бёлю дам этот сборник в течение следующих дней. Издательство мне обещало еще прислать. Дамы и господа, я, как и большинство в зале, знаю. Самым интенсивным образом изучил все дело ЮКОСа, процессами против Ходорковского и Лебедева с момента ареста Пичугина и Лебедева летом 2003 года. И, то есть, я с самого начала наблюдал за этим делом. И мы знаем в печати, что это было сопряжено и для меня с некоторыми осложнениями. Но я очень горжусь тем, то, что я делал здесь. Что это привело к санкциям. Я горжусь этим. Причем потому, что я не убежден в том, что я сделал в юридическом плане, что это было чем-то из ряда вон, выходящим с точки зрения германского правопорядка. Это все очень просто. Компетентно судить и писать. Поэтому в этом нет ничего особенного в том, что я сделал. И заключение или статьи, которые я писал в деле ЮКОСа, это, с моей точки зрения, нормально это публиковалось. Они тоже вошли в российскую дискуссию. Мне хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Вот брошюра, которую подготовила Тамара Моржакова. Что касается заключений по второму уголовному процессу, я их тоже дам фонду. У меня три экземпляра, которые я получил от Тамары. Я рад возможности, может быть, вы не все знаете, может быть, и не всем участникам подиума передать эту брошюру. Спасибо. И господин председательствующий, Ну, я должен сказать. Вот, я еще с собой что-то привез. Это особые случаи. Войдите в положение, что я воспользуюсь этим случаем. Это календарь 2004 года. Это за год до осуждения Ходорковского, которое состоялось 16 мая. Ходорковский и Лебедев были осуждены 16 мая 2004 года. И это двусмысленность этого календаря. Мой сын мне привез из Питера этот календарь. Это календарь на 2005 год. И тут особое пророчество тех, кто сделал этот календарь. Я не знаю, знакомы ли вы с этим календарем. Тоже передаю этот календарь фонду. А фонд пускай решает, что с ним делать. Может быть, передадут в музей на чекпоинте Чарли. У нас тоже есть свой архив, где этому календарю найдется достойное место. Спасибо. Я хотела бы сейчас вернуться или говорить о совсем другом аспекте. В интервью с Юрием Шмидт я обратила внимание на это, но и потом и хвалебной речи Арсения Рогозинского, которая здесь еще раз тоже имеется в печатном виде. Понятие интеллигенция. Я хотела бы об этом говорить. В России интеллигенция имеет еще совершенно другое значение, наверное, чем, скажем, здесь в немецкой традиции, чем в традиции немецкой дискуссии. И Юрий Шмидт с определенной гордостью, самоверно так говорит о российской интеллигенции, и, естественно, считал, что он состоит в этой интеллигенции. Это почти идентично иногда с оппозицией, интеллигенция и оппозиция. Арсений, ты в своей речи с определенной иронией тоже говоришь, почему адвокаты, хотя бы некоторые, числились интеллигенцией, но никогда прокурор либо суди. Потому что это как бы взаимно исключает друг друга. Близость к власти или принадлежность к интеллигенции. Может быть, вы об этом немножко расскажете. Я думаю, для понимания политической культуры это, наверное, важно. Я хотел бы сказать про суд Данилькина, но позже. Это такая глубокая история. Вы знаете, наверное, не надо глубоко это обсуждать. Но, конечно же, в нашем сознании очень твердо слово интеллигенция связано с понятиями не только вот такой человек-носитель подлинной культуры, но и человек независимый всегда, и человек, независимый от государства, и человек гражданский озабоченный. Вот, наверное, сочетание из трех вот этих вещей, независимость, гражданственность и глубокая культура, и есть традиционное понимание русского интеллигента. Ну как же так в него же влезали какие-то прокуроры или судьи? Да никогда. Один за всю историю был такой Анатолий Федорович Кони. Это было в конце 19 века, в начале 20-го. Так об этом пишут до бесконечности. А еще у нас в истории был один такой судья, и всегда его, и всегда называют одно и то же имя. В принципе, судьи, прокуроры и прочие государевые люди, как правило, вот в эту категорию, ну, никак не вписываются. И Юра очень гордился своей принадлежностью именно к адвокатскому сословию и очень дорожил, что это целое как бы сословие, это как-то целая группа. Он все время думал о вот этих этических нормах, так сказать, всех этих адвокатов, и всегда эти этические нормы у него были подравнивались, ну, вот так подравнивались под, в общем, этику русской интеллигенции. А то, что русская интеллигенция, как бы сказать, всегда любит свою родину критически, ну, это традиция ее начала, с начала 19-го века. Она всегда любит свою родину особенным образом. Вот она ее очень любит, но никогда не закрывает глаза на все те мерзости, которые делает ее власть. Вот те, которые относятся к родине так, те интеллигенция, а которые закрывают глаза, те не интеллигенция. Все очень просто. Я хотела бы переспросить тогда, уточнить. Я хотела бы уточнить, вот эта культура в последние 20 лет тому назад, она до сих пор имеет место или она уже немножко рассосалась? Или другими словами, вот этот эмфатический подход к понятию интеллигенции, которые имеют такое глубокое содержание, она может быть возможна только в авторитарных режимах? А, нет, в авторитарных. Да, конечно, может быть только в авторитарных, но мы не жили при других режимах. Короткий перерыв. Поэтому я не знаю, но, понимаете, для меня здесь важны адвокаты. Я вот все время смотрю на нынешних адвокатов и спрашивал, кстати говоря, спрашивал многих людей. Вот скажите, мы все знаем, мы все знаем, мы все знаем, говорить можно, да? Понимаете, вот мы все знаем замечательных русских адвокатов 70-х, 60-х годов. Это легендарные имена. Юра в каком-то смысле перенял от них вот это знамя, этот факел. А кто перенял Юрин факел? И я стал спрашивать знакомых. И мне назвали много-много-много имен, которых я вовсе не знаю на самом деле. Много замечательных адвокатов молодых, абсолютно честных, профессиональных и гражданственных. Мы их еще не знаем. Они, может быть, завтра или послезавтра выйдут на российскую авансцену. Они немножко другие, чем Юра. Понимаете, Юра мог страницами наизусть читать русскую поэзию. Он был кусочком русской культуры. Они другие. Они, может быть, поют какие-то песенки. Вот. Но они тоже профессиональные. И они смелые. Так говорят. Пока я не знаю. Годовщина убийства замечательного адвоката Стаса Маркелова. Это наш близкий мемориалу адвокат. Его убили действительно на такие немножко крайние националисты. Он яростно против них боролся всю жизнь. Но он был замечательный адвокат. И вообще, я должен сказать, что честные адвокаты сегодня в России – это рискованная профессия. Вот честные и гражданские озабоченные. Понимаете, вот здесь важно это сочетание. Честные, профессиональные, гражданские озабоченные. Вот эти люди в зоне риска. Мы знаем избиение адвокатов, постоянные угрозы адвокатам. Все это сегодня есть. А, Луиза. В нашей работе по правам человека, в политической работе, мы знаем, что есть как бы сеть молодых адвокатов, очень мужественных, готовых идти на риск, которые готовы отказываться от денег. Потому что, если в России приспосабливаются, там можно зарабатывать огромные деньги. Но я тоже считаю, надо заострять внимание на том, что на сегодня существуют разные угрозы. Это не только государственная организованная угроза, но и как бы полувоенная, крайне правая угроза. Это касается в первую очередь Северного Кавказа, где мы знаем, что даже Human Rights Watch работает как организация на местах. Они там просто не могут работать, потому что угрозы происходят из российского аппарата безопасности, со стороны других экстремистов. В конечном итоге это приводит к тому, что расплачиваться жизнью за исполнение адвокатских обязанностей в смысле правового государства. Это, в принципе, повседневная жизнь таких смелых адвокатов, мне кажется, где мы должны продолжать оказывать давление. Я сделал такую небольшую сноску и в европейской и германской политике. Что касается пункта правового государства, нам ни в коем случае нельзя уменьшать давление и идти на какие-то концессии. Я глубоко убеждена, что касается уровня дискуссии о правах человека. Сразу вопрос, что такое права человека и какие стандарты. У вас гомосексуализм тоже дискриминировался лет 30 тому назад. Это практически неизмеримый инструмент права человека, а правовое государство. Тут моменты несколькие, но и мне хотелось бы в рамках общения на политическом уровне между Германией и Россией, Европой и Россией, чтобы пункт правового государства был бы совершенно жестким, не дискуссионным. И вот грандама правозащитного движения Людмила Алексеева, она говорит, в центре стоит защита собственности. Она тоже поняла, что консолидированное общество нуждается в этой защите собственности, чтобы общество могло развиваться, что невозможно в разбойничьем государстве. И этот вопрос, вопрос правового государства, необходимо постоянно прорабатывать. Это политическая задача первого ранга. И мне хотелось бы адресовать этот вопрос и вам, Михаил Ходорковский. В 90-е годы вы были одним из самых успешных тайкунов в России. Вы за небольшое время стали главой одного из самых крупных концернов. Вы были сказочно богатым человеком. Затем вы стали содействовать гражданскому обществу, фонд. Стали давать школам компьютеры, поддерживать правозащитные организации. Затем вы стали вмешиваться в политику, во всяком случае участвовали в финансировании оппозиционных партий. И потом вас на 10 лет посадили в лагерь. Какое значение, с вашей точки зрения, имеет правовое государство и его культура для экономического развития, экономической модернизации страны? Во-первых, я должен сказать, что защитой демократического государства Я и мои коллеги начали заниматься в начале далеких 90-х, когда мы выбрали сторону, придя защищать Белый дом. Вот это было первое вооруженное противостояние, после которого, собственно говоря, власть в России и получила демократическое правительство. Потом мы участвовали во втором вооруженном противостоянии, оно было в 93-м году. Все это время я и мои коллеги помогали разным оппозиционным партиям. Просто потому, что мы считали, это было наше внутреннее убеждение, что любой человек имеет право отстаивать свои идеи. И люди с разными идеями должны быть представлены в государственной власти страны. Борис Николаевич Ельцин об этом знал прекрасно и никогда преследований в этом отношении не было. Несмотря на то, что мы, например, помогали Рудскому после Пучча, во время Пучча воевали с ним, а после Пучча помогали ему. То же самое, к слову, было и после разгрома ГКЧП. Мы воевали с представителями ГКЧП, стояли на разных сторонах баррикад, а когда все закончилось, части из них предоставили работу и возможность нормально существовать. Мы считали, что это правильно. К сожалению, такая плюралистическая позиция не была закреплена институционально. И стоило смениться лидеру страны, и ситуация изменилась. И не было силы, которая бы смогла организованно противостоять изменению правил игры. А вот такая сила, которая не позволяет никому изменить правила игры по своему желанию, она, в общем, и является правовым государством. Когда все живут по неким одинаковым правилам, выработанным обществом. Общество может поменять эти правила, но, опять же, по понятной процедуре, а не просто так, потому что захотелось. Сейчас наше правительство активно ищет идеи для того, чтобы увеличить темпы экономического роста. И такие идеи выдвигались на протяжении ряда лет. А сейчас другая ситуация. Все экономисты, у которых правительство спрашивает совета, все говорят, что не может быть экономических идей вне политической реформы. Ну, нету таких идей, которые бы позволили улучшить состояние экономики, если не провести политическую реформу. Понимание политической реформы у разных экономистов, как и вообще в российском обществе, оно совершенно разное. Но один пункт общий. Правовое государство. Независимый суд. Общий для всех законы. И совершенно очевидно, что вне этого современная экономика развиваться не может. Невозможно вести серьезные проекты, долгосрочные проекты. Невозможно планировать свою жизнь, если ты не уверен в правилах игры, в их неизменности, в их понятности, в их единстве для всех. В общем, ко всему тому, что дает правовое государство. Большое спасибо. Я бы попросил еще одного гостя из аудитории, потому что мы уже подходим к финишной. Мы выходим на финишную прямую. Это главный редактор новой газеты. Это самая важная, независимая, критическая газета России. Это тоже уже долгие годы. Друг и партнер фонда имени Генриха Бюля. Господин Уразов, прошу вас, поделитесь своими соображениями. Я займу две минуты. Я хотел бы напомнить, что сегодня в Москве вот сейчас начинается шествие, которое организует новая газета вместе с Мемориалом. Многие тысячи людей будут просить память нашей журналистки Насти Бабуровой и адвоката Стаса Маркелова, которые ровно три года назад в этот день погибли. Поэтому, извините, я с моим дорогим Рогинским не согласен, когда он говорит, что нет новых лиц и нет новых адвокатов и некому взять факел. Речь идет не об олимпийском факеле, да, ведь, Арсений Борисович? Так вот, факел Лены, вашего мужа, там есть кому взять. Вы об этом не знаете, Арсений Борисович, потому что вас давно не сажали. А как только это еще раз произойдет, так вы, Арсений Борисович, узнаете, что страна живет не только диссидентами 60-х. А, видимо, мы вместе с залом поняли вас правильно, Арсений Борисович. Теперь еще несколько слов. Теперь еще несколько слов. Я много и долго в неофициальной обстановке, а не в той трудной работе, которая была у Юрия Марковича с Михаилом Борисовичем, общался со Шмидтом. Шмидт многократно рассказывал мне о Монтеске, чем прямым... Ну, он считал, что Монтеске создал современную юридическую систему, считал себя его учеником. Как ни странно, сегодня 325 лет Монтеске, я случайно вспомнил. Монтеске говорил о том, что деспот опирается на страх, монарх только на свое честное слово, а республика на добродетель и законы. Он делал отличный вывод. Строить надо республику. А не поддерживать деспота. И он его не боялся. Удивительно, что мы говорим все-таки... Хорошо, что мы говорим в фонде Бёля. Я хочу напомнить, что в моей любимой книжке «Бильярд половины десятого» там есть очень точная мысль о том, что люди делятся на две категории. Одни причащаются как буйволы, а другие причащаются как агнецы. Вот уровень Шмидта был в том, что он, конечно, был на стороне добра, света и причащался как агнец, а вот сражаться мог как буйвол. И есть за что, и есть с чем. Понимаете, когда уважаемый президент России становится лицом года в уважаемой прессе, человеком года, а страна не становится страной года. Когда президент считается очень удачливым, а страна остается не очень везучей. Это означает, что все-таки надо строить республику. И последнее, что я хотел предложить. Вы знаете, давайте вместе с мемориалом, фондом Бёля, новой газетой, возможно, если Михаил Борисович, я был бы счастлив, если бы он это поддержал, давайте учредим премию. Она международная. Она для адвокатов, которые не боятся браться за политические дела, несмотря на то, что это вредит их бизнесу. За их усилия. Вообще, название этой премии, оно даже сразу как международно звучит, она на русском хорошо звучит и на немецком хорошо звучит. Шмидтовская премия. Но тут решающее значение имеет имя. Большое спасибо. Идею поняли. А сейчас еще небольшой такой заключительный тур в подиуме. Хотелось бы всем еще раз предоставить возможность сказать еще два-три предложения как бы заключение этого утренника. Назову наше мероприятие так. Что вы нам еще хотите сказать? Арсений, ты, может быть, начнешь, тебе сейчас не надо защищаться. Скажи, что думаешь. Не надо. Что? Как это нередко у него бывает. Ослышался. Я сказал как раз, что мне назвали десятки этих имен. Они у меня даже здесь в тетрадке написаны. И я поверил. Но я... Я их не знаю. Понимаете, вот есть такое русское ощущение. То, да не то. Профессионализм высочайший. Смелость абсолютная. Не о чем говорить. Готовы идти на риск? Готовы. А чего нет? Вот Гумилева страницами не могут читать между заседаниями. Понимаете, для меня это немножко важно. Может быть, они люди другой культуры. Поэтому они не совсем такие. И чуть дальше от меня. Но от этого они, конечно, не становятся хуже. При этом эти адвокаты не только московские. Я хочу вам сказать, что выросла поразительная поросль молодых адвокатов на Кавказе. И в Чечне, и в Дагестане, и в Кабарде существуют замечательные адвокаты. Я даже специально сюда брал, не буду перечитать. Перечень каких-то удивительных их дел. Так что здесь мы едины с вами. Второе. Я, конечно, за премию. Вопрос вот просто опять-таки что? Вот премия адвокатам. Премия адвокатам свободы. Да? Вот так, Дмитрий Андреевич? Ну вот если так, то да. Мне кажется, самое главное, действительно, мне кажется важным сохранять наследие Юрия Шмидта. И эта премия, конечно, если мы ее придумаем, вот эта адвокатская премия, это будет премия по сохранению идей и пафоса внутреннего Юрия Марковича. Так что спасибо за идею. Я целиком за. Но голосовать сейчас пока еще не будем. О, правление уже забеспокоилось. Мне хотелось бы еще раз отметить тот факт, что многие, очень многие люди боролись за освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые пока еще не на свободе, и за свободу других людей, которых мы далеко не всех знаем, которые в рамках этой пирамиды, которая была создана, чтобы провести якобы процесс по закону. Что вот эта работа в интересах Ходорковского, она обязывает нам продолжать эту работу. В интересах тех, кого мы не знаем, нам нельзя тут поступаться. Это большое обязательство. Еще один момент, о котором мы сегодня не говорили, это обстоятельства и ситуация вообще в российских местах лишения свободы. И мы как раз становимся свидетелями того, как в одной из наших соседних стран рушатся надежды, которые были связаны с правовым государством, свободой и демократии. Я имею в виду Украину, Майдан, где просто с невообразимой скоростью идет ограничение демократических прав и свобод, если они вообще существовали. Так как мы со стороны Брюсселя и Берлина открыли двери, и мы делали обещания, мне хотелось бы, чтобы мы, политика, не просто отказались от этих обещаний, потому что мы на себя взяли через эти обещания обязанность. И я вижу с большой заботой, что это ни в Берлине, ни в Брюсселе не хотят понимать. Людям в Украине потребуется в ближайшем будущем очень много смелых и честных адвокатов. И нам надо опять занимать совершенно активной позицией в этом вопросе. Это наша обязанность. Дорогие друзья, я хотел бы поддержать Марию в том вопросе, что мое присутствие сегодня с вами не означает, что в России не осталось политических заключенных. Их много, а Юрий Маркович был один. И лучшей памятью ему будет то, что мы в меру своих способностей продолжим его дело, продолжим помогать тем людям, которые сегодня находятся незаконно, находятся в тюрьме. и испытывают серьезные лишения, связанные со своими взглядами, с отстаиванием своей позиции. Во всяком случае, я постараюсь сделать то, что от меня зависит. я очень рад увидеть здесь столько единомышленников. Я думаю, что Юрий Маркович тоже был бы очень рад этому обстоятельству. Спасибо. Большое спасибо. Я считаю, вот это дискуссия, хотя мы очень много говорили о Юрии Марковиче Шмидте, о России, И я считаю, что эта дискуссия для нас здесь имеет исключительно важное значение. Знаете, иногда что-то по достоинству оцениваешь только тогда, когда его теряешь. Или когда этого никогда не было. Это касается тоже понятия правовой государственности и культуры правового государства. Как в части судьбы индивидуума, конечно, и в правовом государстве есть несправедливость. Но защита от произвола, от произвольного насилия, это действительно элементарное право человека. И вообще условия для человеческого достоинства. Вспомнить просто еще раз об этом. Какое значение имеет культура правового государства для жизни каждого отдельного индивидуума и для развития обществ? Правовая надежность существования, это ведь условия для гражданского общества, для культурного гражданского общества и тоже условия для экономического развития общества. Для меня это один из выводов или уроков сегодняшнего мероприятия и его предыстория. Мы о многом не говорили. Мы не говорили о том, что Юрий Шмидт был ребенком в блокадном Ленинграде. Он выжил. Это тоже очень важный момент для его биографии или то, как он относился к факту, что у него еврейская семейная история. Есть еще очень много в этом человеке, что важно для нашего политического самопонимания, для германа-российского, европейско-российского диалога. Мы продолжим эту работу и мы серьезно с вами обсудим идею адвокатской премии. Большое спасибо в адрес всех, кто пришел на это мероприятие. Спасибо за ваше внимание. Спасибо нашим гостям в подиуме и переводчикам, которые обеспечили наше общение. Спасибо всем нашим коллегам, которые за считанные часы подготовили это мероприятие. Сейчас я вас приглашаю еще. Тут, по-моему, мы подготовили немножко покушать и выпить. И книги, они здесь тоже выложены, мы их не продаем. Берите просто так. Большое-большое спасибо и до свидания. Большое спасибо.